Вот коллектива Virtus.pro уже в пике. Bloodseeker обычно в баню у нас уходит. А здесь, смотрите, как обошлись. Игроки команды Empire, они Bloodseeker не запанили и тем самым подарили его Virtus. В принципе, Virtus забрали точно такого же, наверное, настолько же популярного, а может даже и более популярного героя, чем Naga Siren на данный момент. Это герой по имени Task. И забрали они его в неплохую такую пачку. В пачке с Shaker, в пачке с Bloodseeker. По-моему, это будет больно, если под все это подставится. Квапу забрали для Resolution, и это безусловный плюс. Квапа у нас действительно имбовая подруга. Она тоже не покидает мету очень часто. Ну и, кстати, мета не разноплановая. К 5 International я надеялся, что будет побольше героев. То есть сделали мету из героев, которых в принципе в основном-то и не пикали в последнее время, там тот же Task, Bloodseeker, он только недавно зашел. Naga Siren, тысячу лет ее не было тоже, не пикали ее. Мета обновилась очень сильно, но она обновилась до какого-то определенного момента. Она не стала глобальной. Брать стали не всех, а брать стали практически всех новых, но при этом разгон по героям не такой уж и большой. Ну и Шейкер, который мог бы достаться Йоку, Йоку не достанется. Разор залетает в пик Team Empire. Только что мы видели, как Na'Vi играли на Разоре, будучи... Беряя этого Разора, забирая его для хвоста, а не на мидлейн, потому что привычная роль для Разора это мидлейн. И сейчас, я думаю, мы посмотрим, как Сайвент выступит на данном герое. Как Na'Vi против Сикретов играли, так и Empire против Virtus.pro. Тут будет непростая совершенная игра, игра принципиальная. Я думаю, у Na'Vi были принципы касательно Team Secret. Там был Пупей, там был Кура, который ушел из Na'Vi в принципе в эту команду. Надо было им доказать, что они помощнее и что ушли они. То есть в команду, которая стала слабее, ну, которая является более слабой и только там дутое какое-то впечатление, они нет. Ничего подобного, Сикреты и правда невероятно мощные. Но здесь тоже соперники принципиальны, поэтому отдавать никто не будет, я думаю, ни сантиметра карты. Постарается, по крайней мере. Team Empire. Взяли Dazzle, взяли Квапу, взяли Разора и Нагу Сайрен. Со стороны команды Empire в баню. Ушел Лишрак, ушел Баунти Хантер, Рубик и Сайленсер отправляется в баню. Team Empire обезопасили. Тут, смотрю, какой-то свой рассказ. Потому что Сайленсер, ну, на моей памяти, вот за последние три дня, первый раз вообще отлетает в бан. Обычно на него как-то забивали. Лина от Virtus.pro. Еще одна популярная подруга. Ну, в принципе, посмотрите, как она смотрится. Как же и не быть популярной. ВП. Лину забрали, Шейкера, Бладсекера и Таска. Ну, подкат этот, конечно, с Шейкером, по-моему, просто жестяк. Если вкатывается Таск и несет с собой Шейкера, и сразу все это под эхо-слэмчик, согласитесь, не очень приятно. Поэтому лучше под все это не попадать. Ну, и я смотрю тут с Escape только пока что Квапа. Ну, и в перспективе Escape, кроме как у Квапы, из этой четверки ни у кого появиться у Team Empire не может. У Квапы Блинк есть. Разор, естественно, никаких Блинк Даггеров не собирает. Но и Эмпайр забанили Виверну. И в ответ Virtus.pro забанили Тайтхантера. Ого. Нормальная дота. Ну, и кто нужен команде Эмпайра? Им надо оффлейнер. Квапа, скорее всего, резолюшенова. Silent, я думаю, забирает себе Разора. Даззл для Always Wanna Flyer. И Aloha Dance, скорее всего, будет саппортить на Наге. Полу саппортить, полубить. Aloha, кстати, на Наге отыгрывал. И Нага у него, в принципе, собирается в саппортовые какие-то артефакты, но при этом постоянно пушит. Пушит так, как будто у нее Radiance есть. Не знаю, Мантастайл или... Или... Или что? То, простите. Простите, что? Что, простите? Шторм Спирит залетает пятым пиком. При наличии квапы, Разора, Шторм Спирит залетает пятым пиком в составе команды Эмпайр. Пацаны, три мида. Репорт всех. Я АФК на базе. Набрали тут трех мидеров потенциальных игроки команды Эмпайр. Против Нави, кстати, играли, по-моему, сик... Нет, не сиклик, а комплексити. Играли из пяти героев четырех мидеров забанили. А здесь Нави вообще... Ой, Нави. Эмпайр обратная абсолютно. Психология. Забрали трех мидеров себе. Ну, пусть делятся теперь. Кто куда вообще? Кто на сложную? Кто на легкую? Кто... Куда вообще деваться? Ну, так неожиданно. Совсем неожиданно. Ну, последний пик от команды Virtus.pro. На сложную, скорее всего, таск отправится сикер-шейкер. Это легкая Лина фармит. И еще один саппорт. Вот он. Вот он. ЦМ очка. Я только сейчас заметил, насколько они похожи с Линой. Лицом. Даже странно. Team Empire. Забирают себе Дазла, Разора, Шторм Спирита, Квин оф Пейн и Нагу Сайрен. Но у меня теперь вопрос, кто же все-таки будет на миде. Кем Сайлент, скорее всего, я думаю, будет играть на Квапе. А Разор может быть и для Йоку героя. Резолюшн на Шторм Спирите. Ну, скорее всего, так и будет. Шторм Спирит... Да, забирает резолюшн Шторм Спирита. Жду под Разором Йоку. И Сайлент на Квапе частенько отыгрывает. Может и в соло, в принципе, постоять легкую линию. А Разор от Йоку куда-нибудь с кем-нибудь посложнее что-нибудь выберет себе. Ну, давайте, давайте. Не томите, ребят. Не томите. Ну и все. 10 секунд. И начало. Началась игра. Йоку забирает себе Квапу. А Сайлент будет играть на Разоре. Теперь, в принципе, все более-менее стало понятно. Йоку будет ли в соло или будут Йоку помогать? Сейчас узнаем. Ну, Флай вроде уже отправился ближе к топу. Здесь же опять у нас Алоха Дэнс на Нага Сайрон. Неужели это будет трипла на сложной линию от команды Эмпайр, который еще и с Йоку будет стоять. Но по идее, по всем правилам Йоку должен у нас уходить самостоятельно в сложную линию. Алоха Дэнс вместе с Олэ Суна Флайем смещаться вниз. Резолюшн на Мид Лейне и здесь Сайлент внизу. Я не думаю, что стоит испытывать судьбу Розору и подходить куда-то поближе к Руне. Даже если вдруг он увидит, что далеко не все у нас собрались здесь. Точнее, большинство собралось здесь. У Розора тоже, в принципе, какую хвоста в прошлой игре утюг на голове. Это нормально. Это норма. Ну и началась у нас игра разума. Такая психологическая возня была на топ-руне. Никто, конечно, ни одного удара друг другу не нанес. А ВП в итоге забрали у нас две руны. Две баунти-руны забрали Виртуз Про. Как так получилось? Объясните мне. Таск забрал одну. Сикер забрал вторую. И Сикер будет стоять на Мид Лейне. Год будет играть у нас на Блад Сикере. ФНГ на Кристал Мейден. В случае чего тут поможет. И Лила отправляется на топ-лейн Шейкером. И Лидан будет фармить на Лине. Ага, вот что я не заметил. Да, и ПВП я забыл пройтись. Кто там кого пикнул. Лилидан будет на Керри Лине. Это прям новенькое что-то. В принципе такое. Хорошо забытое старенькое. Сайвент соло будет стоять против Фобоса. Фулс Фобос на Таске. Сайвент будет играть у нас на Розоре. Мид Лейн это Резолюшн против Блад Сикера. У Резолюшна есть, безусловно, преимущество. В виде оверлода. В виде, естественно, стати Кремнанта. Да, у Года есть преимущество в виде постоянного отхила благодаря убийствам. И убивать легко крипов Блад Сикеру. Потому что дамаги прилично у него. Да и... В общем-то он милишный герой. И это не так уж и сложно. Йоку против Лилидана. Это что-то, в принципе, классическое. Но Йоку, который стоит в трипле, вот это небольшая новость. Алоха Дэн здесь на саппортинге. Если что, Рептайт уже прокачал. Always on a Fly у нас без Грейва, но с Shadow Wave. Не верят, что можно сразу встереть. Но я тоже думаю, что можно так и не стереть. Йоку, кстати, у нас сейчас и Фесуру, скорее всего, поймает. И Лидан уже поназадувал Йоку. Половину ХП слили. И отхил сразу же моментально от Дазла. Разор внизу от Сайлента. 6 на 3 у него Крипстат. 9 на 3 у Резолюшена на Медлене. Резолюшена поймали. Резолюшен пытается отбиться. Гот бежит за ним и хиливает в Always on a Fly. Чуть было Резолюшен не приплыл здесь. ФНГ, выходит, заходит на хайграунд. Лишнее себе позволяет ФНГ. Хотя, в принципе, он знает, на ком он играет тут. Просто так ЦМкой не сольешься. Есть колба, которой в любом случае остановить можно всех желающих тебя приговорить. Ну и Резолюшен сильно. Греб. Идет, оставляет за собой следы. А почему оставляет? Потому что есть кто-то с очень сильным и мощным нюхом. Ну и выход от ФНГ чуть критичным не стал для команды Эмпайр. Резолюшен был в топе по фарму. А теперь Гот вырывается вперед. Теперь у него 14 на 4. Даже 15 на 4. Йоку забирают у нас на топ лейне. И да, нулл хпшный, развалил Йоку и ничем ни на гоню не смогла помочь. А Уллэшн Рафлай у нас ушел на мидлейн. Он в это время фармил здесь, пока не было Резолюшена. Минус? Да, думаю, все-таки минус. Но эта ошибка привела к ФБ. В принципе, ФБ не так дорого. Обычно обходится. 160 голды, 160 экспириенсы. Но психологически, конечно, пощечина первая. И перчатка в лицо брошена. Команда Virtus.pro. Они в плюсе 400 по голде и по экспириенсу 600 для данного коллектива. Сайлент внизу. 15 на 5. Он уже уступает году. Но вернулся вроде Резолюшен. Если в каком-то личном единоборстве, то годом накалять Резолюшен должен 100%. У него оранжевая атака. У него есть оверлот, который по 50 лишнего напикивает в Влад Сикера. Поэтому, по идее, Резолюшен должен году жизни здесь не давать. Но еще раз повторюсь, тут постоянный отхил и год может рисковать. Потому что риск зачастую на Влад Сикере оправдан. Риск, я имею ввиду, забора одного, крипа двух. Неужели у нас ФНГ? Ну как же ему понравился мидлейн? Always for the Fly. У тебя есть ТПшка? Нет, тут ТПшки удастся. У Флая нет ТПшки. И сейчас Резолюшен будут пытаться ловить. Резолюшен на Бладрайт не попадает. Идеально просто. Да, случилось. Резолюшен на миллиметр буквально отошел от Бладрайта. И не получил Сайленс. И не получил дэмэдж. Что тоже приятно. Always for the Fly в инвизи. Заходит в спину к Фобосу. И пошел уже насасывать Сайленд дэмэдж. Фобоса стопит. Always for the Fly. Не может понять Фобос. Что такое? Что случилось? Почему я врезаюсь? Во что я врезаюсь? Ну и Флай здесь появился. Стало понятно в чем дело. Инвизный Флай. Ну и хитро. Хитро, конечно. Не очень продуктивно. Но при этом крайне... Знаете, вот как... Не очень эффективно, но очень эффектно. Флай перемещается опять на мидлейна. 5 резолюшена гоняют ФНГ. Не отходит никуда. Сам, конечно, жертвует своим ХП. Но при этом помогает своему тиммейту. Год по фарму проблем вообще не чувствует. У резолюшена 21 на 3. У Года 32 на 10. Год здесь перефармливает резолюшена очень серьезно. И носится как сумасшедший. А что носится? Ну и ульта пошла у нас от Года по резолюшену. Резолюшен ремнант ставит. Будут стараться Года поймать здесь. А тут пытается отхилиться. Год на Always for the Fly. Бегает просто как сумасшедший. Вортекс, если у резолюшена нет, нету. Ну и Год сейчас просто минус 2 делает. Минус 2 делает Год на мидлейне. Забирает резолюшена. Забирает Дазла. Бешеный просто. Просто бешеный. И здесь еще. Никуда не собирается. А правильно, есть варианты отхилиться. Куда идти? Там Нага проседает по ХП. Проседает по ХП еще и Йоку. Йоку провязал стики. Там много было, видимо, зарядов. Потому что чуть ли не пол ХП себе Йоку отрегенила. Где там бедняжка Алоха Дэнс терпит? Алоха Дэнс уже улетает на базу. Ну и начало для Эмпайр не самое сладкое. По золоту. ВП впереди на 1800. По экспириенсу 2,5 в пользу Виртуз Про. Сайлент еще в файты у нас не заходил. Сайлент пока что второе место занимает по Крипстату. По Нетворцу на третьем. На втором месте Элидан. Пока ВП переигрывают Тим Эмпайр. На шестой минуте преимущество по 2 уже. Ну и по экспириенсу 2,5. Ну и резолюшн на года Фобос у нас. С ДДшкой, если я не ошибаюсь. Да, тут с ДДшкой и резолюшн на нет шестого левла. Так бы он, конечно, улетел отсюда. Йоку уже поближе. Вкатывается Фобос у нас в Волвису на Флайя. Без Грейва, Флай. Потому что Грейв потратил на резолюшн. А резолюшн гоняет года. И успеет ли? Не знаю, Йоку может прыгнуть. Через секунду будет Блинк. Йоку прыгает дальше за годом. Не докричал до него. Ну и год здесь под тавер полезет или нет. Год у нас уходит в кусты и просто делает ТПА. Ой, год настолько скиллово поступает в последние 3-4 минуты, что аж немножечко страшновато стало. 1-4 Эмпайр начинают. Не бодро совсем этот матч для себя. Ну и ФНГ. Они скучные. Но совершенно постоянно у нас на медвейне. Резолюшн ловят. И отправляют в таверну. 5-1 становится счет. Ну и Алоха Дэнс. Дальше залило. Год. Где ты? Года здесь нет. Год бежит уже. Уже не нравится ему, что его команду убивают. Или что его команда убивает без него. Ну и Сайлент наконец-то пришел на помощь, потому как развал происходит на медвейне. И это уже заметно стало. Пошел пинать по горбу. Плохой год. Плохой год. Плохой год. Резолюшн перемещается у нас на стаке. Действительно, ситуация не самая приятная на медвейне. Что-то так стоять и ждать, пока Год впилится в тебя. А у Года посмотрите. Год просто озверина наелся перед матчем. У него уже 3-0 счет. 43 на 19 крипстат. А Сайлент его обгоняет. Тут в этом вопрос Сайлент обгоняет, потому что Год много бегал, много убивал героев. И не до крипов какое-то время было. До этого Год фармил очень даже дико. Ну, наверное, к этому и стоит ему прийти. Разо уже приобретает себе чейнмейл. Готовится Сайлент, как я понимаю, мекку тарить. Вроде не на миде начинал, а сейчас вернулся на мид и тарит мекку. А где там Резоль? Резолюшн отправляется в лес. Ситуация действительно благоприятная. Разве что в лесу его ожидают. Главное по ХП не сливаться, чтобы внимание Года не привлекать. Ну и пошел бы фармивать леса. Хотя бы ПТ-шку забрать. Надо как-то укрепиться, укомплектоваться, потому что маловато. Здесь есть такие ребята, которые задувают просто состав. Это, например, Лина через Лагуна Блейд. Это опять же Шейкер со своим эхо-слэмом. У Шейкера уже шестой левел. И Алоха Дэнс под смоком вместе с Сайлентом. Иллюзии пошли от Алоха Дэнса. Сайлент ловит фиссуру просто моментально. На Иллидан высасывает дэмэдж из... Точнее Сайлент высасывает дэмэдж из Иллидана. ФНГ будут ловить. ФНГ старается сделать ТП-аут. Не получается Бладрайт под ноги. Год пошел нарезать по Алоха Дэнсу. Ловите Года. Год отсюда сваливает. У него 618 мух спит. Алоха Дэнс лоу-хп-шный. И течет из шторма здесь. Ну, минус 2 делает команда Эмпайр. В итоге этот байт оказался позитивным для них. Они еще не отдали тавер команде Виртус Про. Плюсы безусловные. 940 по голоде, 1200 по экспириенсу. Все это на ровном месте. Не считая забранного тавера. Точнее задынайного. Так, в общем-то, и положительно все было бы. Как там бегает Бладсекер? 570. Году, наверное, комфортно. Как же эта тварь быстро носится, а? Я про Бладсекера, конечно же. Ну и все. Успокоился немножко. 430. И пошел обычный, нормальный, вменяемый бег. 404. Сейчас еще и замедлят его. 374. Год просто с ума, наверное, сойдет сейчас. От такого минимальной скорости. У Бладсекера есть Hand of Midas. Есть у него Power Threads. Что тут у Сайлента, в свою очередь? Хедресс уже есть у Сайлента. И немного совсем остается до появления Баклера. Дальше, гляди, и Мека появится. Год пришел, Бладрайтом отогнал Сайлента. Я здесь стоял. Я с... Вот это вот сумасшедшая женщина из любой очереди. Я занимала. И так и здесь Год. Это мой лайм. Есть уже Баклер готовый для Сайлента. С Меккой дела поинтереснее будут. Бладрайт, если на всех и упадет, хотя бы как-то его можно назад. Верни все как было. То есть немножечко восстановить все по ХП. Массфайты вообще с Меккой на ранних левелах. Это совсем другая история. Ну, Эмпайр остановили. Восхождение ВП. Точнее, судя по графикам нисхождения ВП. Графики лезли вниз в их сторону. Ну, тут уже теперь можно и попереворачивать. Если, опять же, файты будут более-менее вменяемы. Счет 4-5. Империя... В принципе, остановила вот этот вот упадок. С 1-4 начинался камбэк. Ну и давайте пробежимся по вещам. Посмотрим, у кого что есть. Queen of Pain от Йоку. Есть уже Power Threads. Есть No Talisman. Есть Magic One. 500 голды для квапы на руках. Hold'em's Fun of Light с одним тапком. Больше пока ничего. Да и быть ничего не может. Все-таки Full Support. Purman's Shield есть у Aloha и Boots of Speed. Также есть Magic One 700 на руках. Resolution. Solar Ring себе приобрел. Power Threads есть. No Talisman тоже есть. Ну, до Solar Ring'а копейки остались. Ну и кто тут еще? Silent. У Silent'а 550 до появления Мекки. На Лила выходит Silent. Здесь есть Illidan. Лил. Фессура. Останавливает Resolution. Resolution. Как неудачно ворвался. Illidan Lagoon'у даже не провязал. Resolution просто под фессуру влетел. Ну и Гот у нас. Blood Ride в пустоту. В принципе, low HP'шных никого. А че Гот так носится? Все, успокаивается Гот. Это он из-за Resolution'а так носился. Resolution 380 голды подарил сопернику. И 480 по экспириенсу тоже. Ну и Нага у нас low HP. Умирает Нага от Фобоса. И вот Illidan'а. И от Шейкера. Тут всем десантом вообще. За Нагой побежали. Ну, не так-то просто Наги, конечно. Особенно Наги Саппорту. Которая ничего на себя, в принципе, не тратит. Все в пустоту. Lohodens, конечно, и мастер. Гвардиан Гривсы какие-то подзаработать. Потом еще какую-нибудь ерунду для пуша. Но это все гораздо позже. На ранних этапах, естественно, я думаю, тут и ворды от него идут. Хотя Fly тут на кой. Fly, естественно, мастер по вордам в составе Империи. 3000 по голоде. Virtus.pro выигрывают. И по экспириенсу 4 с копейками. И вот он первый серьезный артефакт у коллектива Virtus.pro. E.U.L. есть для Эллидана. А это не очень хорошо. E.U.L., Lightstriker и Dragonslave, Laguna Blade. А дальше с руки всех, кто будет уходить. Это действительно неприятность. Причем полнейшая. У Сикера от года уже есть Яша. Медас есть уже у года достаточно давно, поэтому и деньги льются прилично. Ну и Гот по фарму опережает Сайлента на 1100. Такие дела. Номинально, конечно, Иллидан должен быть соперником Сайлента. Ну, Сайлент у нас стопнетворс в своей команде. А Гот стопнетворс в своей команде. Иллидан от Сайлента отстает. Ну, так, всего на 100 копеек. Сайлент уже с Мекой. 370 на руках есть у него. И, кстати, массфайт может быть хороший. Алоха Дэнс готов подпеть. ФНГ удачную позицию выбрал. Не палится пока. Вот и спалился Резолюшн дальше за ФНГ. Главное, чтобы не приморозили. Резолюшн просто слил ману. Это не самый хороший вариант. Алоха Дэнс у нас. Гладрайт не должен ловить. Если Сайлент убьет Алоха Дэнс, тут беда может быть. Йоку поймали. Йоку лоу хпшный. Алоха Дэнс просто свои песни спас его на ровном месте. Фобоса будут ловить. Валдрус панч есть на Фобосе. Фобоса пытаются раскатить здесь. Скорее всего убивают. Гладсекер. Гладсекер лоу хп. Возвращайте года назад. Убивает у нас Тузка. Год близко бегает. Год близко бегает и быстро бегает. Дальше за Элиданом Резолюшн. Приморозили Резолюшн. А лоу хпшный он. Еще один удар по ФНГ. ФНГ бы отвалился. Резолюшн, ты прыгаешь или нет? Йоку прыгает на Элидана. Элидан лоу хп. Еще один удар. Элидан должен отваливаться. Элидан в таверну. Минус 4. Год тоже в таверну. Тим Вайп от команды Эмпайр приехали. Это я понимаю, а? Вот это можно уже собрать шары в кулак и не идти и наваливать. 9-8 становится счет. 16-ая минута. И это Тим Вайп от команды Эмпайр. 2 500 по голде. 4 800 по экспириенсу. Ну и совсем другая история начинается. Резолюшн тут просто зацарил нечеловечески. Да и Алоха Дэнс своей песней. По сути, если бы не вовремя был бы Сонг Усарион от Алоха Дэнс и Йоку развалился, то все очень печально могло бы закончиться для команды Эмпайра. А так, посмотрите, живенькие, здоровые. У всех здоровый цвет лица. Минус 5. Поехали дальше. Ну и в плюс выходит команда Эмпайр уже по голде. 500 по экспириенсу ВП. Все еще впереди. И неудивительно, но хоть Года немножко осадили, потому что я уже начинал переживать, что это какая-то совсем другая дота начинается. Вот Сикер прям неуязвим был. Смотрите, вот это, кстати, вот этот крючочек, это, я так понимаю, Медас от Года проюзан. Вот он, просто на ровном месте. Капнул на 200 голды. Как раз вот на тот момент Медас и начинал с КД отката у Года. Появляется рецепт на Сенж, но это, по-моему, в самом файте еще было. Ну и Белт оф Джиант Стрэндж уже есть. Для Года осталось на Огр Клаб 800 голды. Что там Империя себе купила после файта? Да, Лоха Дэнс купил себе Клак, есть у него Аркан Буццы. У Резолюшена появляется Поинт Бустер 1700 на руках. В общем-то близко уже Бладстоун, достаточно близко. У Наги мы видели Квапа от Йоку. Уже почти с Юглом осталось просто рецепт купить у Дазла. Ну, хоть что-то, я не знаю. И Резолюшена мы видели. Сайлент. Сайлент, сайлент, сайлент. У него после Мекки появляется Глофс оф Хейс. И куда это, скажи-ка, пожалуйста? Я думаю, что вот сюда, наверное, да? Скорее всего, Мэйл Стром будет у Розора. Розор пытается улететь. Прыгает на него Фобос. И сайлента, скорее всего, здесь заберут. Флай должен подсейвить тиммейта. Шалу Грейв знает, на кого бросать. Сайлент у нас по таймингу в Шалу Грейв. Ну и, конечно, не отпустят здесь сайлента. Хотя ФНГ у нас в итоге забирает сайлент. Ну и Доминейтинг Стрик подарил. К тому же Бладсикеру это не очень хорошо. Ну, хотя бы кого-то перед смертью. 890 по голде ВП и 1500 по экспириенсу. Не успел во время сайлент уйти отсюда. Заигралась Империя на вражеской легкой линии. За что и пришлось поплатиться. Дайя-медвый тавер в атаке. Йоку уже с Еулом. И там, по-моему, у кого-то еще какая-то неприятность появилась в составе команды ВП. Это у Фобоса. Тут Даггер. Фобос уже продемонстрировал его. Валур с панчем прерывать каст портала. Это я понимаю. Высокий вкус. Год с Энжин Яши уже есть. Йоку приносит себе Еул. И у Розора появляется Хэнд оф Медас. Сайвен все-таки Медас приобретает себе до 20-й минуты. Медас в любое время Медас. Но раньше, конечно, было бы подороже. Ну и файт начинается у нас на нижнем лайне. Не вовремя Алоха Дэнс спел. Резолюшн убили. Это какая-то плачевная песня от Алоха Дэнса по резолюшну. ФНГ или Дан. Как сильно огребли у нас от Йоку. Одной ультой Йоку развалил всех Сайлент. Лоу ХПшный Сайлент в таверну. Пока что размен 3 в 2. Тузко тоже развалили. Ну и Йоку летает и течет из Йоку. И улететь никуда Йоку здесь не сможет. Трипл килл от Года и ТП Аут просто делает Алоха Дэнс. Лил жив, Год жив. Все остальные мертвы. Здесь один Алоха Дэнс остался в живых. 3 в 4 файт. 890 по голде ВП. И по экспириенсу, в общем-то, очень даже ровно все закончилось. Но Год опять не умер. И это опять минус для команды Эмпайр. Уже 2000 на руках у Гладсикера. Просто дикий будет потом. Как с ним потом бороться вообще непонятно. Ну и ВП по золоту. До ноля. Отыгрались по экспириенсу полторы тысячи в пользу Виртуз Про. 970 по голде на руках у Сайлента. Как там Йоку поживает? После Юла не очень хорошо дела были у Йоку. Хотя, кстати, на Орал-то Соник Вейвен просто блестящий. Сразу в троих. Сразу после отжимания сна Муталоха Дэнса. Все по таймингу. Все на профессиональном уровне. А там Рошан в это время падает для команды Виртуз Про. Ну и Резолюшн с Солдбустером уже. В принципе, деньги на Бладстоун уже сейчас будут. Там и задынается, в случае чего полезно будет Резолюшну. Бладстоун готов. Теперь главное зарядов накопить хоть чуть-чуть. И можно будет поиграться уже с Бладсекером. А то пока этот Бладрайт заставляет пешком там ходить. Всю команду Эмпайр. Причем непонятное направление. А как так? Что это? Это что такое? Это что за покемон? Меня, например, дразнили в пабе все время, когда у меня на антимага один был меч такой, другой из другого совершенно сета. Ну и здесь Бладсекер от года тоже. Что было, то надел. Странно, обычно проф игроки очень ревностно, как я скажу, внешнему виду относятся в доте. Здесь год... А здесь году пофиг. Здесь год просто развалит. Забирает у нас Сайвента Бладсекер. Уже антстапов для года. Дальше залог от Дэнсом. Идет и бьет. Минус 2 делает команда Виртус Про уже в лесу команды Империи. Не самый лучший расклад, конечно, для Империи. Ну, пока еще терпимо. 13-16 становится счет по голде. ВП зарабатывает 1000, по экспириенсу 2400. Ну и графики поползли вниз в пользу команды Виртус Про. Вп готовы выйти здесь. Здесь резолюшн, здесь йог. У обоих есть эскейп, конечно. Но если фиссуру поймать, то эскейп может и не получиться. Год под тавром байтит на себя. Империи не дефают. Понимает, что он там не сам. Не может он быть там сам. У него же, кстати, БКБ готов и 1200 сверху. Но фармит очень круто. Год 13 копейками по голде. У Сайвента 9. Ну и у Сайвента как-то на артефактах это не отражается. Только вот Огркл появился для Разора. Хотя вроде и не умирал 5-3-6. Ну, позитивный, да. Нормальное количество покрепа. А с другой стороны, у Года 9.1.1. Вот вам и деньги. Вот вам и дополнительные эти 3000 преимущества. Года ловят. У Года есть аэга. Но все равно надо еще, кстати, избить эту аэгу. Сон пошел от Алоха Дэнса. Прикатился шарик. Все поспать. Где Йоку? Йоку выбрал удачный угол. Наорал на всех. Год лоу хпшный. Года надо забирать. Года забирают. Плюс 224 дамаги у Сайвента. Надо сразу разбираться с Годом. Потом все остальные. Год под БКБ. За резолюшином. Резолюшин валить отсюда. Год дерется. Его просто не могут остановить. Бейте его всем силом. Год лоу хп. И Год... Нет, никуда Год не уходит. Йоку в итоге у нас Года забирает. 830 голды. Дальше за Фобосом. Поднимает Алоха Дэнса. Фобос ловит у нас шадоу страйк от Йоку. Фобос, по идее, должен умирать. Фесура от Лила. И резолюшин здесь. На Элидана. У Элидана ничего, в принципе, уже и нет. Элидана можно ловить. Задувает резолюшин. А с руки начинает напиливать по нему. 2 в 2 файт. Все на лоу хп в составе команды Empire. И отходят. По итогу этого файта 2000 заработала Империя. Даже 3 в 2. Даже 3 в 2. И по сути это 4 в 2. Потому что дважды пришлось убить года самого опасного парня в составе команды Virtus.pro на данный момент. Ух. Ну и Разора потеряли. Это неприятность, конечно. С другой стороны, не худшая неприятность, которая могла бы быть с командой Empire. 16-18. Немножко, но отыгрались. По графикам. Пятерку почти проигрывала Empire. Теперь где-то, я думаю, до 3.5 должно все дойти. По экспириенсу с 6 до 5. Сайлента до БКБшки еще тысяча с чем-то. Ну и Ага не появляется. Ну и Йоку. Вообще, кстати... С... Вот этим вот... С этой вот комбой. Нага Сайрен плюс все остальные. Мне очень нравится, как Йоку следит за ним. Как он подстраивается. Пешочком проходит. Так, чтобы дать Sonic Wave во всех сразу. То есть, как под пси-блейды, например, подстраивается Темплар Ассасин, так и Йоку. Здесь стоял. Сюда отошел. Так, чтобы вот здесь вот линию захватить. Ну и классно это все смотрится. Ну так, забавно. Ну а свои плоды это приносит. Мимо... Не было такое, чтобы кого-то не захватило. Квопа теперь Sonic Wave. Подведите его. Подставьте лицо туда, где будет мой кулак пролетать. Под смоком команда ВП. Во вражеский лес. Падает смок. Резолюшн все понимает. Резолюшн отсюда уходит. Чтоб, не дай бог, Рапчер не подцепить. Ну и ВП отошли. Год пошел фармить дальше. У Года уже есть плейдмейл. Скорее всего в Керасу. Как я понимаю, будет он выбираться... Ну, скорее всего. Или Лотус Орб. Да нет, наверное, никаких Лотус Орбов. Хотя, может и он. Может и он. В принципе, вещичка недорогая. Ну и много всяких полезняшек в себе несет. Сайлента закрывает. Валдрус панч по нему. Сон пошел от Алоха Дэнса. И тут, конечно, Разор наподнимает себе. Дамаги. Главное не умереть. БКБ пошел от Сайлента. Сайлент за Фобосом. Фобоса должны, в принципе, сливать. По Году демэдж. Где он? Где демэдж по Году? Лох и Фэшный Резолюшн. Пошел Грейвом. Убивает у нас Шейкера. Минус 3 уже от команды Эмпайр. Дальше за Годом. Йоку поднимает у нас Года вверх. Сайлент. Сетка полетела на Года. Ловите Года. Верните его назад. А как за ним вообще бежать? У Года, кстати, 659 скорость бега. И Год лоу ХПшный. 12 ХП. Уносится. Тут просто даже вот так можно привязаться. Вы посмотрите на это. Побежал. Побежал. Кривые ноги. Хромает. Забок держится. Но так быстро несется. Команда Эмпайр. Минус 4 делает в этом файте. Года отпустили. Но. При этом еще и полакомили с Тауэром. И надо идти на Т2. Пока есть варианты. У Розора готов БКБ. И БКБ был проюзан. Теперь можно самим подумать уже и о Аганиме. Т2 начинает гореть. Год подошел. Сам, наверное, вряд ли что-то сделает. Бладрайт. Все заявили, кроме иллюзий. Ну и отходит команда Эмпайр. Пожалуй, это правильно. Это правильно. 40 секунд еще не будет Song of Siren. И как эпично заходит Song of Siren под Розора. Я, кстати, не видел таких вариантов. То есть через статик линк. Розор у нас настолько пробущенный к файту. К отжиманию этого Song of Siren. Что просто жесткач какой-то. Выбрались за Розором. А Сайлент в душе это не ведает. Фессура и все закрывает. ПКБ пошел от Сайлента. Сайлент стоит на месте. I have the storm. Подходи любой. Бладрайт на него. Стараются его выкилить. Сайлент. Это в Климмер Кейпту. Засейвили всей тимой. Подсветили Сайлента. Пкатились на него. Где Шалоу Грейп? Есть уже Шалоу Грейп. А то есть у на флая. И Сайлент лох и пешный. Скорее всего он здесь умрет. И вот она Лоха Дэнс. Подсейвили Сайлента. Я не знаю. Мне кажется лучше бы уйти отсюда Сайленту. Чем воевать. Сейчас Гот просто его распилит. Если подойдет. Кстати Клин пошел от Сайлента. Дальше дэмэдж. Вливается в Алоха Дэнс. Алоха Дэнс забирают. Резолюшн забрал ли Гем? Нет, нет. Гем по-моему не забрал. Неха Слэм у нас. Лила. Минус 2 уже сделала. Команда ВП. Лоха Пешный Туск. Сайлент все-таки умирает. Это трипл килл от Иллидана. Я аж присел немножко. Такой крутой эхот Слэм от Лила залетел. Минус 4 по итогу этого файта сделала команда ВП. Заработали 2 400 по голде. 6 400 по экспириенсу. И там еще вот такой вот бустик. Это Гем, если я не ошибаюсь, Импер. Ну и у Лины бьется рядов Бладстол. Поднасобирала Людан немножко До этого как-то неприятно Все смотрелось, по-моему 5, если я не ошибаюсь Там было Алоха Дэнс вспомнил, что он играет на Наге Пора идти сплит-пуш Решил Алоха Дэнс На разведку, там иллюзии на сплит-пуш Штормат резолюшн уже почти готов Оркет, как там поживает Разор В Кирасу собирается Разор, не будет здесь пока что Аганима Лила видят, Лила у нас с даггером Резолюшн много маны потратил Она конечно неплохо так регенится, но Летать дальше сюда на ХГ Кто знает, что его там ждет Разор у нас поймал Рапча На вражеском хайграунде, сон пошел От Алоха Дэнса Сайлент, кстати Клинков, хоть в кого-то БКБ пошел от Сайлента, Сайлент с годом Соло начинает файтинг Дальше за годом У Сайлента плюс 50, 6 дэмэджа Летает витрак, резолюшн, резолюшн сейчас все поймает Резолюшн Слоу количество маны, надо просто делать ТП-аут и думать даже нечего Все, залетел на ХГ Лети, резолюшн, лети ТП-аут от резолюшн, он по идее отсюда уйдет Флайя пытаются зацепить Флайя скорее всего здесь и оставят Всем остальным надо валить Фисура по двоим отлила Поймали Алоха Дэнса, поймали Розора Сайлент скорее всего тоже отсюда не уйдет Айшард прям по Сайленту Он бежал, он пытался, не добежал Ой, как классно Йоку разорался-то, а Туск сразу же прячется у нас в Сноубол Резолюшн уже здесь, года забирают Туска тоже должны забрать Фобос там лоу хп-шный, Иллидан напиливает с руки Через секунду будет, через 2 секунды будет Лагуна Блейд Йоку скорее всего умирает, если резолюшн дальше побежал Иллидан Викидсик уже у Иллидана без маны, резолюшн Надо отходить отсюда 23-26, замес очень жесткий 1400 по голде ВП против 640 от Эмпайр Ну и по Экспириенсу тоже 1500 выиграли в Виртуз Про Они где-то на 5 опережают своих соперников И Эмпайр проигрывает 7500 по Экспириенсу Ну и Лина уже имеет солд-бустер 500 голды остается Иллидану до появления Акторинкора Все именно к этому движется Е-е-е-е-е-е, что это такое вообще? С челкнутой скоростью конечно Лина настреливает с руки далее сумасшедшие стреляет на 39 секунды на одну атаку смотрится не айс конечно ну как-то разделились по всей карте игроки empire рассредоточились на мид лейне у нас сайлент на топе вообще йоку в соло стоит фармит крипов через sonic wave и ну и трипла и залога дэнса флая и резолюшина в собственном лесу резолюшина после орки до появляется игр клап сути бладрайт по моему не бьет да сплошь бкб не бьет кираса прилетает году и появляется бкб для йоку лидана должны видеть алоха дэнс пойна алоха дэнс в длимер кейп заходит не поет и лидана будут пытаться поймать алоха дэнс и вейдил у нас через мир реметч кстати все необходимое стоит и держит всех сайлент у нас под рабще сейчас это все закончится по идее сайлент лоу хпшный так далеко идет в ветрах летает у нас год алоха дэнс под шалу грейвом поднимают алоха дэнс льда пошла у нас от йоку год лоу хпшный и забить его просто никому тузка убили и убили алоха дэнс размен один в один 24 7 2 4 27 становится счет год лук пш вот все время на таких соплях конечно уходит после актарина у лидана еще и 1400 на руках кстати демо магический лагуна blade просто сумасшедшие вещи творит над хилл жесточайший абсолютно ну и естественно и дамаги то добавляет эридану для него плюс безусловный да и откат скиллов сколько здесь 37 и 5 лагуна blade откат жесть просто жесть за один замес реально два можно в пилить если так долго и упорно драться ну уже подходят года есть эйджис поэтому он идет первым будет скорее всего на себя байтить осталось врываться к мадим файр потому что если не ворваться то заберут заберут тавер на месте стоит silent алоха дэнс в сайленте алоха дэнс мог бы и спеть кстати по моему пора уже за алоха дэнсом прыгают будешь петь или нет алоха алоха спел гляньте на это чудо что это похотелец вдвоем выкатывается и год и фобос разбирают здесь года фобос тоже лоу хпшный фобос убивает сайлент сайлент в бкб и встает у нас год год под бкбшка его ловят его ловят в сетку и сайлент плюс 112 плюс 140 плюс 168 дамаги год в таверну эхо слэм от лила ульта пошла у нас от фнг фнг надо за 105 он этой ультой всех сейчас сожжет ну и пошел развал конечно от эллидана сайлент старается уйти подальше от лила лил за ним сайлент будет ли продолжение к лилу двигаться тим вайп от команды импайр 5 в 0 никто не умер 5 в 0 29 28 подрались прямо хрени как ну резолюшн умер ладно умер резолюшн 3 300 по голде и 7700 по экспириенсу зарабатывает импайр в этом файте вытащили на себя при этом бладсикер на сейджис потерял и после этого то есть 16 файт ну и по галдин в принципе немного но все-таки эмпайр должны отыграть главное для них это то что не потеряли сторону и вп должны понять что рановато они немножко пошли пушить как там дела под денежком кираса есть у сайлента после кираса появляется еще и 2000 на руках алина поняла что не просто так у нее скорость атаки огромное надо как-то использовать пополезней данную вещь мэл стром приобретает себе лина пашет здесь в итоге увидим скоро и пашет самый настоящий алоха дэнс приобретает себе поинт бустер и вроде бы все да больше алоха дэнс пока на агоним ничего нет у резолюшн 13 зарядов в ладстоун это при том что он в том файте умер оркик есть бкб есть и пока больше ничего как там сайлент 2 800 на руках на дамагу скорее всего ничего тут особенного не будет собираться я думаю что рефрешер орб следующим артефактом а подождите агоним что значит рефрешер орб агоним еще есть а вот они вот он эта диверсия в лесу команда импайр под бкб резолюшн дальше за лилом лила постарается забрать как я понимаю разор где где разор где сайлент сайлент уже здесь сайлент подрапчет старается высосать все возможное вообще зередана все сотки ну и алоха дэнс лохэ пешный ульта пошла у нас от цемки пока что минус 2 делает команда импайр ой какой размес размес творится здесь два в два размен резолюшн забирает еще и даст на 3 в 2 пока что в файт ну и в рассыпную все резолюшн может здесь улетать резолюшн без маны будут бежать дальше за ним у или дано даггера нет резолюшн на маленькая скорость бега могут кстати и догнать резолюшна поднимают его в юл резолюшн дэнайт ничего хорошего здесь его не ожидал он это прекрасно знал маны что полететь не было и в итоге 4 в 2 по сути файт в пользу команды виртуз про ну и теперь идут забирать бараки так что ли ну ёху тут небольшой кд конечно но больше кд чем то время которое понравится в эпиде для того чтобы забрать сторону года ловит у нас резолюшн бкб еще 7 секунд будет в откате год улитая или дано 100 будут забирать улитана блатстоун в откате и тысячу девяносто зарабатывают у нас за или дано игроки команды эмпайр резолюшн получил ёху тоже заработал но чуть поменьше 482 за квапу получил и курьера тоже убили 900 курьере почему подождите цена курьера 900 я может считаю плохо было написано цена курьера 900 наверное какой-то другой курьер а или все-таки что-то цемки донес он на 900 нет в момент смерти до 900 все правильно непонятно откуда они взялись потому что я там только дпшку увидел ну и в итоге эмпайр 5000 которые отставали от вп отобрали назад и по экспириенсу с восьми до двух с половиной в плюс нормально камбэк с риэл вот чате подсказывают гем там был и выпал теперь понял и в кого же он выпал кто забрал кто забрал дазл нет шторм спирит а с гемом назад я понимаю вернули гем тот самый который в свое время выпал за лоха дэнса лохи 2000 еще до аганима ну и тогда более чем полезный будет сунгов сайрон в принципе что 6 процентов хп регена в секунду это знаете ли не шутки а в это время и разор еще успеть через статик линг статик линг настилить дамаги поймали элидана бкб от резолюшена элидана не должны отпускать убивают элидана дальше за лилом резолюшен без маны ну сайлент здесь и сам в принципе с лилом должен справиться вкладывать под ноги сайленту нет бкбшки сайлент скорее всего здесь может и умереть рабще еще будет действовать надо по максимуму держать сон а лоха дэнсу ну и сайлент под шалу грейвом начинает пилить года год просто сгорает года убивают это трипл килл от сайлента минус 4 делает команда эмпайр и она идет на рошана которого кстати еще рановато смотреть что и примечательно команда эмпайр не сливается ни единой личностью 3100 по галде 8300 по экспириенсу ни одного фрага коллективу вп не отдают 3000 по галде есть у сайлента куда ты в это все решил направить наверное я думаю скади все таки появится у сайлента на живучесть или хекс какой-нибудь соберется или линкен сфера тоже кстати может быть вот линка более наверное важный артефакт что бкб бкб а рабче он никак не нет все таки в статы пошел сайлент собрал а скади себе а кекс в это время собирает квапа ну и команда эмпайр по моему сейчас в плюсе прилично 5000 по золоту и 10000 по экспириенсу это при том что отставали 8 и и и и и Ну и Год тратит Бладрайт на крипов, а это в принципе сигнал для шторма, чтобы врываться. Врывается на ФНГ, ФНГ под Сайленсом. ФНГ обходит у нас в Геосептер очень неудачно. Раз еще и под ульту Йоку, Год лоу-хпшный, дальше за ним Резолюшн. Год старается убегать и наверное убежит у него, хотя у него не так уж и много скорости от бега. Сайленс, 140. Демеджа настилил, Бладрайт в принципе заиведил. Лоу-хпшный Туск здесь, Туск погибает и уходит лоу-хпшный Сикер. И Лина с половиной хп тоже из файта уходит. Ну вот она и Лина, к лейте как-то не алёй. Лина, 1300 на руках у Сайлента, он топнет, творц на карте, 22 тысячи, 21 тысяча у Резолюшена. 21 у Иллидана и дальше Йоку, 20 тысяч. Вот и Год под приостановился. Так, Браво начал, 9-1-1 был счет, а теперь 11-5. С последнее время, все время сливается Сикер. Сколько он отдал за первую смерть? На моем, да, 1090 отдал. Сикер просто умерев второй раз в этой игре, когда счет стал 10-2. Ну и две тысячи по голде уже. У Розора на руках, Сыра отдали. У кого Эго? Наверное, у Йоку. Так, есть Йоку у нас с Эйджисом. Есть у него Аганин, есть Кекс, 3000 на руках. БКБ укомплектованный, конечно, да нельзя уже. Эмпайр. Я все, кстати, думал. Буквально недавно. Что с Розором делают? Розор же практически не собирается в дамагу. Ничего особенного в дэмэдж не приходит уже. У Розора все какие-то вещи. По Дайзе Сторм, например, Аганим и Рефрешеры. Это прям классика-классика. Здесь, смотрите, ни Аганима, ни Рефрешера. Розор пошел в другую немножко комбинацию. Кираса для снижения брони, безусловно. И по Дайзе Сторм это очень даже плотно идет. Но Аганим тут, наверное, мастхед, может, попозже. А может, и никаких не мастхед, потому что я выдумываю. Ну и пошел у нас замес на Сайлента. Рапчу положили, он с места вообще не двигается. Так как бы вот Сайлента, если что, есть сыр. Лил лоу-хпшный, наорал Йоку практически на всех. Под лоу-хп ФНГ. Залетает Резолюшн. Дальше по всем Шивас Гвард здесь есть. Ну и все, в принципе, в примороженном состоянии. Еще и Лидан отъезжает у нас в таверну. Ну и дальше замес. Т3 падает. Команда Эмпайр потеряли только Алоха Дэнсер. Стараются отойти отсюда. Я думаю, еще и на развороте, кстати, будет файт. Потому что хп у всех предостаточно. Айф Зе Сторм заканчивается? Нет, должны отходить, наверное, отсюда. Если кто-то один останется, Резолюшн может и ворваться. У Резолюшна 21 заряд в Бладстоуне. Монориген 49,8. Резолюшн на Кода. Код под Сайленсом. Йоку наорал немножечко в спину Бладсикеру. Раз-ва-ли-ли. Дальше за Лилом. Резолюшн на Вортекс в откате. Но, скорее всего, не отпускают. Еще и Лил отъезжает у нас. Год байбекается. Ну и БКБ пошел у нас от Раззора. Раззор по Году. Год зря, наверное, байбекнулся. Просто здесь больновато будет. Плюс 200 дэмэджа для Сайлона. ФНГ. Вот Айф Зе Сторм просто сгнивает здесь. И это уже развал колоссальных масштабов. Поднимают еще и Таска. Никто его отсюда не отпустит. Фобос, Валдорус Панч. И, скорее всего, здесь и останется. Ну и 47-33. Уже счет в Виртус Про пишут ГГ. Это и правда ГГ в ФП. Вы просто до того, как все закончилось, посмотрите на эту кардиограмму. Пока Эмпайр не потащили плотным образом. За двадцатку уже перевалили. Непонятно было, кто кого на самом деле. Ну и давайте немножечко статистику посмотрим. Потому что, в принципе-то, посмотреть здесь и правда есть на что. Год, который начинал, со счетом, еще раз повторюсь, с 9-1. Закончил 12-6. То есть в последнее время очень плотно пофидел. И подарил денег триллион. 480 в итоге у него стал ГПМ. Лина еще его и обогнала. Здесь Разор. 589 от Сайлента. И 555 от Шторм Спирита. Ну, круто. 13-7 Резолюшн. 15-5 Квин оф Пейн. И 15-7 Сайлент. Три мидера, да, которых брали. И вот они. И 0-7 Нага. 0-7 Дазл. Просто посмотрите, как симметрично и красиво.